МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рядом с Сеселькулем обнаружили незаконный скотомогильник. Останки животных гниют на открытом воздухе. Местные жители жалуются на непереносимый запах. Попробуем идентифицировать, найти хозяев. Когда включат отопление? Неделю включают, три недели нет. И вот так вот все лето. Нет ни проезда, ни прохода. Почему коммунальщики перекрыли дорогу в одном из дворов? Было липухорно у нас. Катафалка вообще не могла подъехать. Вода не в кране, а в подвале. Туда она уходит из аварийной теплотрассы. Вот посмотрите, у нас столько комаров. Такая влажность в подъездах стоит. Ситуация близка к критической. При этом во всех инстанциях отказали в помощи. Знакомая история. Разобраться в жилищно-коммунальной проблеме поможем мы. Редакция программы «Управдом». В студии я, ее ведущий Владимир Казанин. Непереносимый запах беспокоит жителей Селькуля. Он окутал территорию рядом с мусорным полигоном. Предположительно, причиной могли стать отходы, которые на свалку незаконно сливают из осенизаторских машин. Но когда на место выехали инспекторы Россельхознадзора, ситуация оказалась гораздо серьезнее. Специалисты обнаружили незаконный скотомогильник. Кто выбросил останки животных прямо на землю? И чем это грозит всем окружающим? О проблеме с душком расскажем в следующем материале. Да, наверное, на сибирскую язву особо опасная болезнь. Специалисты берут пробы с останков животного. Таких здесь, судя по всему, сотни. Сейчас за моей спиной буквально кладбище крупнорогатого скота. Только останки гниют не внутри земли, а на ней. Здесь есть кости, рога, копыта. В общем, все это гниет и издает невыносимый запах на территории примерно 3-4 гектара. Несанкционированный скотомогильник инспекторы Россельхознадзора обнаружили случайно. Из-за селькуля поступила жалоба на непереносимый запах. Судя по состоянию и количеству останков, биоотходы скидывают сюда уже несколько лет. Инспекторы удивлены, почему никто не заявил о проблеме раньше. Это место явно не забыто людьми. Свалка находится прямо за этими кустами, а буквально в 15 метрах уже начинаются обрабатываемые поля. Вот здесь, например, растет пшеница. Ситуация близка к экологической катастрофе местного масштаба. Специалисты говорят, трупный яд отравляет почву, из нее легко попадает в растения. Проникают глубоко в грунтовые воды, из них в реки. Вот и здесь, в нескольких сотнях метрах, озеро, у которого наверняка любят посидеть с удочками рыбаки. Кроме того, в почве могут развиваться опасные бактерии, такие как салмонелла. Если она здесь, покажут пробы. Инспекторы берут землю на анализ. Какой-то вот. Это все убойный, да. На свалке фиксируют несколько гор гусиных яиц, но в основном внутренности головы и конечности скота. То, что после разделывания туши должно отправляться в крематорий. Поэтому подозрение инспекторов падает на убойные пункты. Таких в Исселькульском районе пять. Впрочем, виновного вскоре можно будет установить. На останках находят бирки. Вот этим биркам попробуем идентифицировать, найти хозяев. И скорее всего, если скот сдавался большим головем, больше пяти голов, то мы можем узнать, на какой бойни, куда сдавался его Меркурию. Тому, кто выбросил биоотходы, будет грозить наказание. Для юрлица в этом случае предусмотрен штраф от полмиллиона рублей. Санкции предусмотрены и для собственника земельного участка. Собственник земельного участка должен следить за участком и принимать все меры, чтобы ничего не было. В отношении там и собственника должен будут приниматься меры. Собственник должен убрать, ликодировать свалку, провести рекультивацию земли. Устанавливать ответственных теперь будут правоохранители. Информацию о нарушениях инспекторы передадут в полицию и природоохранную прокуратуру. За помощью нашей редакции обратились жильцы дома номер 28, что на 20-го портсъезда. Уже больше двух недель в квартирах нет горячей воды. А вот зато в подвале ее в избытке. Помещение топит кипятком из тепловой камеры. Коммунальщики мер не предпринимают. Из-за влажности в подъезде уже отслаивается штукатурка. А вместо нее стены покрывают комары и мошки. Ну, так всегда бывает. Почему медлят с ремонтом? В ситуации вмешалась наша съемочная группа. Вот посмотрите, у нас столько комаров. Такая влажность в подъездах стоит. Все двери у нас разбухли от этой влаги. И в квартирах же комары также. И в квартирах также у нас комары. Ошибность. Я не знаю, как они называются. Знаете, такие как бусеницы, ну, лохматые какие-то там бегают. Поднимаются уже на третий этаж. Комары, мошки и мокрицы облюбовали дом на 20-го портсъезда не случайно. Здесь благоприятный для них микроклимат. В подвале этой трехэтажки кипятка хоть отбавляя, как мы видим, затоплена первая ступенька. Если померить уровень, то будет примерно 30 сантиметров. Стоит невыносимая влажность. Ну и, собственно говоря, как видно, уже рушится штукатурка. Кипяток лынул в подвал мощным потоком 15 августа. Коммунальщики перекрыли горячую воду и уехали. В кранах ее, кстати, нет до сих пор. В кастрюле. Вот они. Всегда готовы. Ну, я живу одна, поэтому это, конечно, очень неудобно. Но я не знаю, как поступают у кого дети. Особенно вот у меня сверху живет участник войны. Поэтому она старый человек, она лежачая. Это очень, я не знаю, это ужасно. Зато тепловая камера полна почти под крышку. Из нее валит пар. Вода уже дошла до соседнего дома. В подвале тоже сырость, а стены облеплены мошками. Упираемся писать теперь и в прокуратуру, и везде. Потому что ничего не происходит. А фактически дом-то рушится. Мы боимся, что вообще обрушится наше покрыло. Аварии здесь происходят регулярно на протяжении трех лет. Особенно часто в отопительный сезон. А он уже не за горами. Отопительный сезон начинается, они включают. Через какое-то время порыв, они приезжают, раскапывают, делают там что-то на скорую руку. Повторяется одно и то же. После обращения нашей съемочной группы на место выехали специалисты тепловой компании. Вызываем озбочку. Как только она освободится, приедет, откачает и будет смотреть, с какой стороны поступление воды идет. В любом случае есть повреждение, будем его отрабатывать. В любом случае до начала отопительного сезона проблему обещают устранить. А мечи волнуются. Температура на улице стремительно понижается. В квартирах становится прохладно. Впору скоро включать отопление. Но во многих местах города по-прежнему ведутся коммунальные раскопки. Многие еще вынуждены обходиться без горячей воды. Нагреются ли батареи вовремя, выясним и мы в следующем сюжете. Почти все лето нет воды. У меня бабушка соседка, она не ходячая, не помыть ничего, два месяца не моется. Она вся исчисалась и все. Это же вообще безобразие. Неделю включают, три недели нет. И вот так вот все лето. Вопрос горячего водоснабжения для жильцов дома 36Д на улице Нефтезаводской иначе как наболевшим не назовешь. Пятиэтажка вскоре отметит 60-летний юбилей, как и коммуникации возле нее. Я живу здесь 40 лет в этом доме и не менялось практически ничего. Вот только сейчас началось шевеление, потому что у нас постоянно вот эту зону все у нас затапливает. Как раскопали в том году у нас, да, были вот эти провалы земельные. Теплотрасса питает 15 жилых домов, детский сад и школу номер 133. Местные жители рассказывают, воду отключают из-за аварийных ситуаций, а они происходят часто. В мороз сквозь плиты здесь бил фонтан кипятка. Бил фонтан, да, здесь провалилась машина. Достали мы машину незначительно, но передними колесами ушла. Поэтому локализовали, приняли решение откапиталить данный участок, разбили его на два этапа. В прошлом году, где аварийная машина стоит, заменили 240 метров. В этом году решили уже до конца доделать участок. Отремонтировать этот участок планируют до 20 сентября. Аналогичная проблема и в десятках других омских многоэтажках. Но и там обещают выполнить работы. Сейчас для ремонта коммуникации мобилизовали все силы. Каждый день на устранение повреждений работают 18 бригад и 6 занимаются капитальным ремонтом. В общем, при подготовке к отопительному сезону выполнена замена более 11,5 тысяч погонных метров трубопроводов тепловых сетей, что составляет 51% от планового показателя. Организован выход бригад и в выходные дни, чтобы в срок подать тепло в школы и детские сады. В образовательных учреждениях тепло по традиции запустят в первую очередь. В социальных учреждениях Нижнеомского района радиаторы начнут прогреваться уже сегодня. Учитывая дождливую и прохладную погоду, не дожидаться дальнейшего понижения температуры и при наличии технической возможности начинать отопительный сезон, рекомендовал руководитель областного Минэнерго Владимир Шнепко и главам других северных районов. Быть полностью готовой к приходу холодов Омская область должна к середине сентября. Сейчас эта цифра составляет 85%. По нормативам тепло начинают подавать, если на протяжении пяти дней среднесуточная температура держится ниже плюс 8 градусов. В прошлом году отопительный сезон начался в 20-х числах сентября. Особое внимание ТЭЦ-5. Сейчас там также идут масштабные ремонтные работы. Чтобы начать отопительный сезон без задержек, прорабатывается вопрос о переводе персонала котельной на круглосуточный режим работы. Также для ежедневного контроля сформируют экспертную группу. В нее войдут представители администрации, регионального Минэнерго, надзорных органов и сотрудники теплогенерирующего предприятия. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест. Сейчас, уверяют специалисты, капитальные и текущие ремонты идут по графику. Однако в регионе уже наблюдаются заморозки. Поэтому особенно важно, как можно быстрее подготовить оборудование и сети к отопительному сезону. Чтобы в зимний период все функционировало без осечек. Этот вопрос находится на личном контроле губернатора Виталия Хаценко. После аварии на теплотрассе в декабре прошлого года коммунальщики проложили трубу прямо по двору. Ну, так скажем, экстренно. Обещали, что весной выполнят все основные работы. Но вот уже скоро стартует новый отопительный сезон, а сети по-прежнему лежат на дороге. Невозможно ни пройти, ни проехать, жалуются люди. Подробности в следующем сюжете. Как вы проходите? Покажите кто-нибудь. Как? Давайте. Что желаете? Это делается вот так. Нормально? Я же не полезу туда, но я вроде бы в возрасте. Наталье неустроивая, приходится в буквальном смысле брать высоту и перелезать через трубы. Можно, конечно, подняться на специально предусмотренный мост. Но пенсионерке сделать это тяжело. А зимой и после дождя на металлической конструкции и вовсе можно поскользнуться. Вот и вынуждена преодолевать препятствия по несколько раз в день. Вот у нас дорога, тут магазины все, поэтому вот так и получается. Эта конструкция появилась здесь в декабре прошлого года. Тогда прорвала вот эти верхние трубы. Их признали непригодными и проложили нижние прямо через первый этаж дома. Конструкцию назвали временной, но, как мы знаем, нет ничего более постоянного, чем временная. Особенно, если дело касается омского ЖКХ. Конструкция из трубы моста не только доставляет неудобства пешеходам. Автомобилисты заезжают в тупик и вынуждены лавировать между препятствиями. Из-за временной теплотрассы здесь уже потеряла драгоценные минуты скорая помощь, которая не смогла подъехать к подъезду пациентам. Пришлось этого человека выносить. Потом было липухорно у нас. Катафалка вообще не могла подъехать, потому что она очень огромная. И пришлось нам тоже выносить этого человека. Тот-то ребенок маленький тоже побежал, перепрыгнул через вот эти трубы. Там уже провод. И этот провод она порвала колготки. Конечно, маленький ребенок, конечно, начинает плакать. Вот. Мама тут не поняла, что случилось. Она ругается, конечно. Ребенок волнуется. Это тоже стресс. Местных жителей закрали сомнения, не останется ли двор забаррикадированным навсегда. Петельсон сказал, что до 29 июня будет устранено все на место сделать проезд. Ну, уже август кончился все. Никто ничего не делает. Только обещания. Участок сетей находится на балансе тепловой компании. Там уверяют, работы на этом объекте все-таки запланированы. Ввиду значительного объема подготовительных работ к отопительному сезону, планируется завершить эти работы на данном участке до 1 декабря 2024 года. После завершения работы основной трубопровод будет восстановлен, а временный демонтирован. Возможно, ускорить ремонт смогут контролирующие инстанции. Мы направили информацию в МЧС, чтобы специалисты проверили, не нарушает ли перегораживающая проезд конструкция нормы противопожарной безопасности. Как решить другие проблемы, расскажет наш эксперт Никита Дюкарев. Он у нас на связи. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вот первый вопрос. Это видео выложили в социальных сетях жители дома номер 3, дробь 4, что на улице Бульвар Архитекторов. Давайте посмотрим. Кот голосит все утро, пишут соседи. Поинтересовались у владельца, вот почему кот на балконе и они его не пускают. Ну, владелец кота сказал, что он наказан. Люди возмущаются. Говорят, разве это не жестокое обращение с животными? Почему соседи должны слушать вот эти мяуканье и стоны и крики? Куда жаловаться в такой ситуации? Заявление о жестоком обращении с животными рассматривает полиция, поэтому вам необходимо подать такое заявление в ближайший ее отдел. Сотрудники проведут проверку и в случае, если они установят в действиях владельца животного признаки жестокости обращения с данным животным, то привлекут его к ответственности. Ольга Демиденко спрашивает. Почти все лето мы сидим без горячей воды. Ну, эта проблема вообще сквозь всю программу проходит. Нам все рассказывают, что где-то в округе ремонтируют трубы и так далее. Обещали сделать перерасчет, но никакого перерасчета нет. Как добиться этого самого перерасчета? Если собственники вашего дома перешли на прямые договоры с поставщиками коммунальных услуг, то тогда собственник должен обратиться с заявлением о перерасчете оплаты за коммунальную услугу напрямую к поставщику. Если же в вашем доме плату за коммунальные услуги начисляет управляющая домом организация, то такое заявление необходимо подать в эту организацию. Кстати, буквально на днях появилась информация, что Амичка отсудила у ресурсоснабжающей организации 3000 рублей. Как раз за некачественные услуги. Почти 7 месяцев температура горячей воды в ее квартире не превышала 38 градусов. Поэтому женщина сделала такие обращения в суд. Такое заявление. И этот самый суд встал на ее сторону. Следующее видео сняли жители Нововаршавского района. Давайте посмотрим. Вот такой капитальный ремонт крыши. Это пятый этаж. Ванной комнаты. Спальня. Образовался уже пузырь. Ремонт производится уже с середины августа. Как мы понимаем, все, что мы увидели, это последствия капитального ремонта. Как ни парадоксально это бы не звучало. Что же делать с такой ситуацией? Вам необходимо оценить причиненный вашему имуществу ущерб и направить претензию с требованием его компенсации и с требованием о проведении работ по устранению течи к лицу, которая проводила капитальный ремонт. Если это лицо будет бездействовать, то необходимо обратиться в суд с иском к данному лицу с аналогичными требованиями. Жители многоэтажки в городке Нефтяников спрашивают. Этим летом наша управляющая компания обещала сделать ремонт соколя. Но лето заканчивается, а работы выполнены только процентов на 30. Говорят, что не позволяет погода. Но дожди же идут не каждый день, вопрошают люди. Мы переживаем, что дом так и уйдет в зиму. А за это время и то, что сделано, отвалится. Как заставить УК доделать начатое? Вы можете обратиться в суд с иском к управляющей компании с требованием проведения работ в определенный срок. В суде необходимо доказывать, что промедление управляющей компании причинит общему имуществу ущерб. И после вступления в силу решения суда вы можете получить исполнительный лист и обратиться с ним к судебным приставам для приладительного исполнения. Спасибо, Никита, за подробные ответы. До свидания, Владимир. До свидания, уважаемые телезрители. Ну а я напомню, свои вопросы вы можете задавать по телефону редакции. Присылайте нам фото и видео в группах, в социальных сетях и на электронную почту. А на сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Увидимся через неделю. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok